Да, тема сегодняшняя. Для чего каждому человеку иметь свою колоду? Свою колоду. Ответ на самом деле банально прост, потому что Таро это материальный инструмент контакта с моим бессознательным. Бессознательное, наверное, это сложное какое-то понятие. Но то есть, если грубо так сказать, это то, что мы можем почувствовать и то, что мы не можем понять. То, что находится за пределами какого-то рационального объяснения. Один из самых простых примеров бессознательного, с которым каждый человек в своей жизни сталкивается, это сон. Да, по фразе тоже. Ну, это он и открыл, что это бессознательный процесс. Почему? Потому что во сне все нелинейно. Ну, там нет какой-то логики обычной нашей земному пониманию. Да, там вдруг из ниоткуда я могу появиться, я могу видеть какого-то человека, знать, что это не он, но понимать, что это он. Он на него не похож, но я точно знаю, что это он. И там вот такие вот всякие непонятки, которые обычной какой-то логикой и сознанием объяснить невозможно. И получается, что таро, это как раз инструмент, то есть либо ты в сновидение вот это вот погружаешься, да, и какой-то там цепляешься. Так ни хера себе в сновидение погрузиться. Да, да, да. Ну, есть же разных много направлений, да. Осознанных снов? Да, и осознанного сновидения там. Поверьте мне, лучше купить карты таро, я полгода пыталась. Это, наверное, ты Михаила Радуга, да, пыталась техника. Есть такой Михаил Радуга, который учат осознанного сновидения. Я несколько курсов проходила, я тогда не помню уже. Ну, Кастанеда, понятно, там писал, проходил тоже. Вадим Зелан пишет. Зелан, да. Да, ну, надо не забывать, что Кастанеда употребляла айваску, наркотическое. У меня ничего нет. Я чистая. Да, поэтому таро – это инструмент контакта с моим бессознательным. И по утверждению того же Фрейда Юнга, что такое сновидение, сновидение есть не что иное, как информация о будущем. То есть то, что нам снится, это всегда некая зашифрованная информация о будущем. Ты думаешь? Ну, это как бы не я думаю, это… А, Фрейд так думает, ладно. Юнг, да, утверждает, что да. И поэтому многие люди говорят, что они видят вещи и сны. Но на самом деле мы все видим сны о будущем. То есть рано или поздно это проиграется. И вот часть дежавюс, которую люди чувствуют, это скорее сновидение, которое они просто не запомнили. Но там этот сюжет проигрался. Потом, когда они в реальности с такой историей столкнулись, они такие думают, блин, я что-то такое же видел. Да, и как правило это сновидение будет. И поэтому таро – это инструмент, который может показать нам из бессознательного. А бессознательное, что такое коллективное бессознательное, это где собрана условно, как хроники Акаши, где собрана вся информация о мире, о вселенной из прошлого, настоящего и будущего. То есть не существует времени, да, то есть просто есть вся информация. И у меня вот есть инструмент таро. И я этим инструментом могу посмотреть свое прошлое, настоящее и будущее. Так, подожди, давай подытожим. Хроники Акаши не будем пускать, потому что когда люди говорят хроники Акаши, у меня взрывается мозг. Да, это называется просто по-разному. Ну, это один… Коллективное бессознательное, да, то же самое. Получается, если мы считаем, что сны – это будущее. Да. Из бессознательного нашего. Да. Не будущее, а информация о… Будущем. О будущем. Да. Из нашего бессознательного. Да. Значит, получается, мы в своем бессознательном, то есть подсознании, да, тоже бессознательно равняется подсознанию? Нет термина подсознание, это неправильный перевод, есть только без. А, значит, это неправильный перевод без. Потому что Юнка объяснил, что когда он придумывал термин, он написал под. Ну, не забывай, что это немецкий язык. Я не знаю, как на немецком будет под и без. Так. Объясню сейчас. Сейчас мне нужно… Он написал под. Угу. Потом он, когда стал развивать эту теорию, буквально прошло какое-то короткое время, он написал, что это ошибочный термин, и его использовать нельзя. Иначе формируется понимание того, что если есть под, то есть что-то над, а расположено не так. А расположено не так? Нет. Есть сознание и есть бессознательное. То есть это без… это… оно не находится нигде, ни под, ни над, нигде. Оно бессознательное. Просто змея. Но у нас, как бы, как бы некорректно не звучало, это равняется подсознанию. Правильно? Это одно и то же. Одно и то же. Бессознательное. Есть только бессознательное. Знаешь, какой момент? Я когда не буду говорить, где и кто мне это сказал, чтобы… Да. Потому что это люди, которых многие знают. А мне сказали такую концепцию, что сознание здесь, типа мозг, а подсознание – это тело. Я такая классная концепция. Ну, типа, все есть в нашем теле. Сейчас Женя будет ржать. А по факту, нет, ты говоришь, что это везде. Везде. Да, это везде. Ну, я не знаю, я ничего такого не вижу, так что пусть будет как везде. Смотри, если я рыба в мировом океане, а океан – это бессознательное. Океан, он где? Везде. Понимаешь? Да. А сознание – это как будто бы маленькая лодочка, которая на океане. Что чем управляет? Океан. Понимаешь? И человек, который развивает свое сознание, он как будто бы как в компьютерной игре. Он такой, тын, апгрейдит свою лодочку. Она у него была деревянная на веслах такая, ну, как бы очкова там на такой лодочке в океане, очень очкова. И у него такая, хоп, яхта уже с маленьким трюмом, уже такой парус появился. Он такой, хоп, еще развивает у него, хоп, такая железная лодка появилась. А мне понравилась больше концепция про рыбку. Типа рыбка – это сознание, а хеана – это очень крут. Ну вот, и понимаешь, и вот это вот происходит. И поэтому, когда люди не задумываются о том, что там, ой, зачем мне косинс-котангенс там или еще что-то, зачем мне читать книжки, я уже прочел там в школе, как это, список литературы на лето там, и не развиваются постоянно и регулярно, то это люди, которые страдают, почему же их океан жизни… Плывут на бревнах. Да, плывут на бревнах, по факту, да, да. И поэтому, конечно, от того, как ты развиваешься, зависит комфорт, твое ощущение тебя в жизни. Понимаешь? Да, да. Так, возвращаемся к нашему… Возвращаемся в барану. Сон – это у нас выходит из нашего бессознательного, наше будущее, или же история будущего, или как? Информация о будущем. Да. Из бессознательного. И карты тоже самое. Да. И воображение. Так, подожди. Воображение – это контакт с бессознательным. Один из самых лучших контактов с бессознательным. То есть человек может просто вообразить себе, что тот же Зеланд что пишет? Я не помню, он много что пишет. Про что? Да про все. Как ты себя ощущаешь в мире, это же твое воображение. То у тебя и есть. Ну да, да, да. Не по твое состоянию, которое ты транслируешь. Ну, по факту, это же твоя фантазия. Творчество является самым важным. Ну, или базовые настройки, которые те в тебя вложили. Знаешь, как говорит один психолог, твои базовые настройки – это батискап. Вот ты подводная лодка. Ну, мы возьмем не лодку наверху, например, а подводную. Давай, да, так лучше. Да? Вот это рыбка. Как будто под водой комфортнее. Да. И у тебя есть базовые настройки. Что это такое? Это твоя генетика. Это твоя среда, где ты вырос. И влияние среды. Да. И вот это твои базовые настройки. Как ты можешь жить в этом батискафе? Ну, вот. Только как тебя настроили. На сто процентов, да. Но ты же этим не являешься? Тебя просто так настроили? Ну, не факт. Почему? Смотри, как ты будешь этим отождествляться, если ты будешь чувствовать, что это… Ты не можешь больше ни с чем отождествляться, если ты считаешь, что ты батискаф. Ну, да. Да. Получается. И чтобы тебе понять, что ты не только вот так можешь, тебе нужно выйти из батискафа и на него сбоку посмотреть. Ну, капец, как это сложно. Да. Вот и поэтому тебе нужно таро. Это и есть карты. Да, потому что это инструмент контакта с моим бессознательным. Покажет. Когда я выхожу из батискафа и смотрю на себя со стороны. Помнишь, когда мы тебе делали запрос, связанный с деньгами? Да, да. Да? И я сказала, что карты… У меня пока ничего не изменилось. Карты очень жестко показывают, да? Потому что карты – это не психология. Когда тебя там целый год по голове гладят, когда тебе будет безопасно, когда ты приготовишься. Готовишься, и потом ты вдруг поймешь, что, блин, из батискафа можно выйти и посмотреть на себя со стороны. Пройдет там пять лет, например, да? А карта тебе в лоб покажет. Вот у тебя вот так. Да. И поэтому большинство людей, которые приходят, например, на расклад, ну, там, впервые или когда-то, да, они как бы такие улыбаются некоторые, говорят, до свидания. А кто-то говорит, о, нет, это сто процентов не так, да? Ну, вообще. То есть они отрицают существование иной реальности. Или, например, как я тебе тоже приводила пример, да, что вот эти запросы, как мы будем жить с мужем через пять лет, да, вот это вот. Ну, да. Ты что, хочешь отплыть от своего батискафа и рассмотреть, какой он маленький, какой океан большой, и охренеть просто от этого? Ну, то есть, понимаешь, вопрос в том, что Таро показывает тебя со стороны всегда. И почему нужно именно учиться владеть Таро мне, а, например, не посещать гадалок там, да, и Тарологов? Я не призываю этого не делать вообще, это важное дело даже человеку, который учится, чтобы смотреть, какие ошибки делать, какие вопросы задавать, как вообще гуру работаю, да. Это очень важно, потому что ты есть то, не какие ты знания приобрел, а кто есть твой учитель. Поэтому такому инструменту, как Таро, нужно обучаться именно у учителя, потому что в книге ты всех нюансов не получишь. И получается, только через Таро мы можем отойти и увидеть прямо настоящую картину. Да, либо долго ходить в терапию, либо разбирать свои сновидения, либо заниматься творчеством тоже с каким-то наставником. Но гвозди тоже быстро показывают. Да, либо купить колоду Таро. Но вот тут Таро вообще не больно, так что вариант отличный. Кто на гвоздях боится стоять, да? Либо купить колоду Таро, и уже буквально с первой там минуты, когда у тебя появится эта колода в руках, совершив там определенные ритуалы по контакту с этой колодой, да, ты можешь себе задавать вопросы. И, как говорят большинство тарологов, которые там с детства, например, этим Таро владеют, да, они говорят, нужно задать всего лишь два вопроса. И честно ответить на то, что ты увидишь на картинке. Что я сейчас чувствую, и что я вижу. И все, можно понять. И все, и честно ответить все, что ты видишь, и все, что ты чувствуешь. И задав вопрос, ты сразу получишь ответ. Ну, не каждый же может понять сразу, что он чувствует. Ну, то есть не то, что не каждый. Тогда этому человеку надо идти на гвозди, чтобы установить контакт с чувствами. Это понятно, но очень много людей, которые не понимают, что они вообще априори чувствуют. Потому что вот я как замечаю, вот кто ко мне приходит, да, на практике, на терапию. Да. Особенно сейчас на терапию, прям поголовную. Да. Одни головастики. Они настолько заблокированное тело, то есть они не могут посмотреть на карту и сказать, что они чувствуют. Да. У них мозг придумывает историю вообще намного быстрее, чем они вот это вот чувство себе распознают. Ну, я же могу хотя бы сказать, что я вижу. А что они видят, но они скажут. Ну, как бы было бы круче, если бы было какое-то объяснение, да, Карти? Нет, нет, смотри. Нет. Это так же, как, например, когда к тебе приходит, вот я к тебе приходила, первый раз стояла на гвоздях в прошлом году. Ты же мне не дала самые острые гвозди. Нет. Нет. Так когда, да? Так почему? Ты не дала самые острые. Почему? Почему ты мне их не дала? Так ты же первый раз. Вот. И вот они тоже возьмут, что чувствуют и что видят для первого раза. И это для них будет достаточно. Потому что если они себя сковырнут сразу, как на тех больших гвоздях, то, скорее всего, эффект будет смертоубийственный для них. А ты пока покажешь, вот у человека появилась своя колода, да? Да. Но вот самые вот несколько приемчиков, чтобы человек сразу открыл эту колоду карт и прямо офигел от них, от этой красоты и что-то для себя сделал. Слушай, ну, я обучаю на английском классическом таро Райдера Уэйта, который был создан в 1909 году. Первый раз издано. Есть мнение, что это 1909 год, и есть вот недавно прям книга, издательство, которое там уже больше ста лет печатает. Это, ну, вот они утверждают, что 1910 год, не буду ничего говорить, да, ну, пусть 1910, да. Впервые было издано это таро, классическая английская, которая вышла из грамматического сообщества «Золотой зари», в котором состояли два автора. Это художница Паула Колуман-Смит, молодая женщина, маг. И Артур Уэйт, тоже исследователь, философ, там, он очень много всего изучал, он очень много времени изучал различные трактаты и, там, сведения, изучение тоже это таро. У нас таро появилось в 15 веке, да, первая вот бумажная версия, да. И они вот свою версию создают. И колода называется «Райдер Уэйт», потому что тот издатель, который получил права на эту колоду и получил возможность печатать первую колоду, и, по всей видимости, у Артура и у Паула Колуман-Смит, она была вообще в общей канаве была похоронена, у них не было денег. И поэтому издатель пишет свое имя первое, Райдер Артур Уэйт. Да, ой, Райдер Уэйт, да, Райдер Уэйт называют колоду, Райдер Уэйт. И получается, что указывается имя только создателя, издателя и создателя, а художница не указывается. Но сейчас, конечно, справедливость восстановлена, и на многих колодах, когда ты будешь покупать, там будет написано. Колода Райдера Уэйта, художница Паула Колуман-Смит. Потому что это время суфражисток, еще только наступит попозже, да, женщины не имели никаких прав, и поэтому указывать их, тем более на колоде Таро, это было непозволительно, да, скорее всего. Но они за очень короткое время ее создали и нарисовали, в отличие от другого тоже, достаточно известного торолога Алистера Кроули, который тоже с ними был, он создавал свою колоду Таро Тота, которую сдадут вообще в 1964 году первый раз. Через сколько ты, 40 лет? 60, ну 50, 50 с лишним лет, да. И вот эта колода классическая, чем она мне нравится, она очень удобная. И получается? Я тебе перемешала колоду, да. Крючок может вот так вот взять свою карту, колоду, какую карту, и задать волнующий его вопрос. Держу, чтобы ты сейчас не доставала сразу карту. Первое. Самое важное правило, которое нужно в себе развивать. Для любого инструмента, не знаю, купите вы крючок для вязания, так или иначе, вам придется почитать какие-то книги, сходить куда-то на курсы, да, и понять, как вообще из одной веревочки и одного крючка связать ковер или кофточку какую-то. То же самое здесь, это такой же инструмент. И здесь есть условия пользования этим инструментом. Человек должен научиться задавать вопрос. Таро, нельзя задавать вопрос, да или нет. Можно съесть мухомор? Нет. Без Таро отвечаю нельзя. Можно. Таро скажет можно. Почему? Таро отвечает очень буквально. Пушистый вышел. Проверяют на этот. Да. Таро отвечает всегда буквально. Мухомор съесть можно. И ты можешь его съесть, и я. Но мы спросили, а какие последствия наступят после? Нет. Нет. Мы не спросили о последствиях. Поэтому вопрос должен быть каким угодно, только не чтобы на него можно было ответить да или нет. То есть, я должна так сформулировать этот запрос, чтобы получить ответ. Давай примерные примеры. Примерные примеры. Примерные примеры, да. Ну давай боль какую-то озвучу. Потому что мы же всегда смотрим, что боль какую-то, да? Да, вот какую-то боль. Например. Вот сейчас мы про тебя сформулируем запрос, покажем, и ты достанешь карту, и будешь сама себе таролок. У меня сейчас так все хорошо было. Жень, сейчас подумаю, что меня болит. Смотри, а можем ли мы, как бы у нас есть, хочется какой-то типа разделить. Да. Есть боль, болевые вопросы. Например, да, как мне решить какую-то проблему. Да. Вот так, да? Это первое. Или же здоровье тоже сюда можно. Да, но там уже определенные расклады нужно знать. Это уже более серьезная тема. Про здоровье. Про здоровье и про смерть. Про здоровье и про смерть. Ну типа, как мне решить какую-то проблему. Это первая серия вопросов. А вторая серия, да, мне кажется, достаточно этого вопроса. Как мне сделать? Наверное, сначала мы уточняем, есть или нет проблемы. А потом мы уточняем, надо чего-то делать или не надо. А, ну типа, что беспокоит человека? Ну то есть, в первую очередь задать себе, что беспокоит. Мы можем прям так и спросить. Типа, что меня беспокоит? Вот мой любимый, мое любимое начало любого расклада, это достать сигнификатора. Что такое сигнификатор? Это селф. Ну то есть, это я сейчас. Вау. Это круто. Как я сейчас вообще выгляжу? Вообще, вот я как себя чувствую? Как вот, какой картинкой я сейчас сам себе представлен? Являюсь. Круто, круто. Да? Давай. Я вот эту картинку открываю и отвечаю на каких два вопроса? Что я чувствую и что я вижу? И что я вижу? Давай. Ты можешь любую. Получается, мы достаем любую карту и... Это твой селф. Это будет описывать, какая ты сейчас. Ага, это мой селф. Все, я достаю свой селф. Кладешь. Или показываешь. О, мне нравится. Главное, чтобы Женя не нравится. Молчу. Я уже начинаю. Королева Пентакли. А тут раз я же тоже была королевой какой-то. Я не помню. Ты не отвлекайся. Ответь на два вопроса. Так, что я чувствую? Ну, чуть-чуть, конечно, я отвлеклась на Женю. Жене нравится, значит, это, наверное, значит, все нормально. Но, по факту, мне нравится, что я королева. Чувства какие вызывает? Ты же у нас знаешь, какие чувства? Есть. Да. Так. Какие? У меня было изначально, когда я достала, было такое чувство замешательства. Типа, я опять какая-то королева и не королева Лея. Смотри, куча чувств. Тут книжки есть. А список вот есть. А замешательства. Тут прям целый большой перечень. Ну, это так, условно, да? Да, капец. Вот что у тебя книга такая? Точно любишь? Берите эту книгу, если не можете разобраться со своими чувствами. Да, или напишите мне, я вам сброшу список. Как это вообще было? Нет, сейчас я опишу. Да. Изначально я чувствовала, типа, какую-то такую растерянность. А вообще мне... Карта нравится. Я даже рада, что королева. Потому что я боялась, что выйдет шут почему-то. Я всегда переживаю. Типа, не дай бог, сейчас перевернутый или шут. Это единственные две карты, которые я знаю. Ну, еще королева кубков. Шутов вся любимая карта. Да? Я всегда, типа, блин, не хочу быть шутом. Вот. А что я вижу? Я вижу грустную королеву с монетой в руках, с большой. Это, наверное, деньги. Ну, я, наверное, больше рада, что у меня такая карта, чем... А почему она тебя как-то в грусть вгоняет это? Что она тебя... Почему она тебя вгоняет в грусть? Ну, потому что она сама грустная. Может, я так вижу? Ну, вот. Она просто сама грустная такая сидит, тяжелая. Вот. Как будто бы... А это я? Я не хочу быть тяжелой. Мне нравится, как ты ощущения себя описываешь. Тяжелая. Ну, как будто так и так вот. Поникшая чуть-чуть. А вот. Как будто она сидит там на троне и все. И сидит. Не может встать и пойти. Вот. Прикольно. Прикольно. Как это про тебя сейчас? Ну, наверное, то, что я тоже сижу. Ну, я не сижу, я путешествую. Ну, то есть, не делаю никаких дел, движений не создаю. Что бы хотела. Какой-то хотела... Я так много чего хотела сделать в этом году. А сейчас уже июль. И как будто я вот так вот до июля и просидела. Типа вот так. У меня что-то уже есть. Я на этом выезжаю. Да. А что-то новое создавать, куда-то двигаться. Я это не делаю. Я просто сижу вот и держу вот то, что у меня есть. Типа, не дай бог, что-то сейчас случится. И это даже то, что есть, я могу там, типа... Ну, все правильно описываешь. Да? Да. Круто. Вот как работает карта. Ты сама себя достала. Я бы добавила уже, как бы, да, если ты, например, выучила бы... Ну, там, прошла мой курс и выучила бы, что значит карта, ты бы добавила уже и теоретических знаний к тому, что ты просто сейчас очень классно протрактовала, абсолютно вообще не зная ничего об этой карте. Да. Все королевы — это персонажи, которые... психотипы, которые направлены на то, чтобы сберечь и приумножить то, что уже есть. Что-то с приумножением как-то... Ну, это самая медленная. Она очень медленная. Потому что масть Пентакли, ты все правильно говоришь, это масть денег, то есть, ну, не денег, а ресурсы и материализации. Так будем говорить, что деньги — это не единственный ресурс или материализация. Сто процентов. Да? И она держит этот Динарий, Пентакли этот держит у себя в руках. Угу. Да? И она зациклена на нем. Ты все правильно говоришь. Ее тяжесть заключается в том, что она, кроме этого, ничего больше ей не видит. То есть, она же могла бы вот так, например, держать и так вперед маленечко смотреть, да? Да, да. А она вот так просто, вот, вот так. Как будто я и не хочу. У меня такое состояние. Как будто бы и это нормально. Да, и как бы, вроде бы, все уже... Все у меня уже есть, я буду это сохранять. Да. У меня нет, хотя были, типа, порывы, но в начале года я прям такая... Ну, ты и выходила кубками тогда. Угу. Это была более подвижная такая. Но она, если та зациклена на чувствах, эта зациклена на некой материализации, чтобы сохранить... Та хочет сохранить только чувственную часть, а эта хочет материально. Это уже радует. Это уже радует. И это классно говорит динамику, что ты как раз помнишь, я тебе говорила, что кубки это вторая, второй сезон. Ты говоришь, можно ли перескочить как-то мечи и оказаться в пентаклях? Пожалуйста. Вот по факту ты оказалась, да? Очень. Но мы не знаем, что с тобой было. У меня колбасило всю жизнь. Да, да. Мне кажется, ты мечи прожила по полной программе, да? Там мыслительных процессов очень много. И ты оказалась в пентаклевой масте, да? И королева. Королева достаточно такая уже ответственная. Ну, то есть это не какой-то ребеночек или подросток, да? Это серьезный какой-то взрослый, который понимает, что у него есть, что он из этого может сделать, да? Но ей, конечно, нужно все-таки что-то начать делать. Не пытаться только сохранить, но ей нужно понимать и думать о своем, о своей собственной скорости. И эта королева смотрит в будущее. О скорости в плане того, что мне нужно чуть-чуть хотя бы ускориться? Нет. Разрешить себе свою скорость. Мы не можем черепаху ускориться заставить. Ее природа такое сделала. Понимаешь? Плавает она капец как быстро. Плавает быстро. Да. Да. Но здесь мы говорим о том, что все-таки здесь у нее, у королевы Пентакли будет своя… Это знаешь, королева Пентакли – это вот мать плодородия. Мне прям нравится, что… Да, да. Это очень плодородная история. И ты говоришь, вот как ускорить процесс. Вот ты посадила цветок. Ты будешь на него злиться, что он медленно растет? Бывает, конечно, Жень. Но… Это нелогично, да? Но нелогично. Нелогично. Почему? Потому что у него свое время. То же самое вот у меня… Блин. Вот ты мне описываешь? Весной облез вот, да, вот этот товарищ. И я прям расстроилась, что он такой пушистый. У меня летом было столько стрелок. И мама говорит, да ты его обрежь, он сейчас тебе куча напускает. И я такая, блин, это же надо ждать. Ага. Ну и как-то вроде отпускаешь, он как-то сам по себе. И ты смотришь, о, нифига себе, какой ты, блин, уже классный стал. Процесс пошел. Процесс пошел, да. Понимаешь? То есть для того, чтобы произошло плодородие, нужно позволить зерну прорасти. И вот ты мне говоришь, и мне прямо откликается, потому что я, получается, столько времени вот после голода, я же ничего не делаю сейчас. У меня просто идут дикие, ну после голода всегда так. Короче, просто идет здесь мозговой штурм. И я думаю, вот я вчера такая, надо с тобой двигаться потихонечку. Да, да. И я такая, ну не буду торопиться, все выстроится. Да. То есть я дала себе такую скорость, вот как раз я на днях думала, я не буду сейчас больше никуда торопиться, я буду делать все своим ритмом. Да. Хотя у меня огромное количество типа дел, которые я хочу сделать. Да. Куда не смотрю. Да. Везде меня дела типа меня ждут. И я такая думаю, нет, всему вот свое время я все сделаю. Ну типа вот это… Вот смотри, когда ты рассказываешь свою историю, я думаю, я мыслю всегда такими метафорами. И мне представляется, если в контексте королевы Пентакли, которую ты очень хорошо, кстати, описала, да, и преобладание желтого цвета, это еще на то, чтобы возрастить свое эго, то есть некую устойчивость, то куда я иду, чего я хочу. Это сто процентов. И так далее. Сейчас у меня этот этап идет. Поэтому здесь желтый цвет преобладает, то что цвет тоже имеет значение. И голод очень похож на то, как, например, в Австралии выжигают поля для того, чтобы потом они были более плодородными. Или голод – это когда некоторые поля у нас в нашем Черноземье, или там даже у нас на Урале в Оренбурге, да, они отдыхают. То есть там на них сажают – сажают. Потом нужно, чтобы земля отдохнула. И ты едешь, и там она просто перекопанная дышит. Да, да, да. Какое-то время. Почему так они сделали? Потому что если в нее сейчас опять сажать, 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 то уже там все эти культуры, которые будут подсажены, они будут какие-то хилые, потому что земля неплодородная. Она уже истощилась. И вот этот твой голод мне напоминает как раз вот то, что ты сейчас себя как бы вот так вот… Сюда это расширение. Да, да, да. То есть ты дала как бы обновлению этому произойти, понимаешь? И вот поэтому у тебя выходит королева Пентакли. То есть есть ресурсы, есть что сажать, есть что давать. Нужно просто свое время. И королева Пентакли, ее еще Паула Колмен-Смит нарисовала специально так, что если обвести ее вот так и сделать силуэт, то мы увидим беременную женщину. Понимаешь? Да, есть такое. И поэтому может ли беременная женщина торопить процесс рождения ребенка? Нет, конечно. Я даже знаю, чем я беременна. Прикольно. Да, классно, классно. Вот так вот легко можно понять. Легко, да. Можно как-то очень коротенько себе описать и понять на уровне ощущений, да. И когда ты говоришь то, что мне немножко грустно. Почему? Потому что внутри тебе это хочется быстрей. Но эго хочет движения, типа давай, давай. А ты видишь здесь, что… А тут, блин, сидит на каменном троне, ёкало мэне, да. А мне-то хочется… Бежать. Бежать, да. А твое истинное селф, вот этот вот сигнификатор, какой сейчас, оно вот такое. Угу. То есть, условно, твое тело, большая часть тебя такое, а твое сознание говорит, давай, что сидим, поехали, побежали, куда там… Да. Лишь бы куда-нибудь бежать, да? Ну вот это вот, лишь бы куда-нибудь бежать, оно у меня потихонечку уходит. По факту я сама такой человек, типа, чего сидим, лишь бы куда-то бежать. Да. А после голода и после того, как у меня сломался телефон, я 20 дней без телефона была, у меня вот это вот состояние куда-то ушло. Я даже не знала до этого, что я живу в таком состоянии. И когда мне пришло сравнение, что нет, оказывается, можно просто вообще не париться, не торопиться и вообще ни о чем не думать. И вот ничего не происходит, и это нормально, да? И вот это классное состояние, оно меня настигло, я такая, охренеть, да я всю жизнь куда-то бегу. И мне вообще насрать, куда я бегу, я даже не вижу цели, я просто куда-то бегу. Да, да. Вот и сейчас вот это классное состояние, оно есть. Я стараюсь не пользоваться телефоном сейчас максимально, типа, вот прям Инстаграм меня манит, манит, конечно, своими релсами, но я стараюсь, типа, максимально и пользоваться айпэдом, когда даже работаю, чтобы просто уведомления в эти не уходить. Я все выключила абсолютно. Какой-то новый этап. У меня тоже так же, нет нигде уведомления на телефоне никогда. Это круто. Прямо уже много лет у меня, то есть, чтобы эти уведомления меня не отвлекали от жизни просто, потому что ты их задолбаешься перечитывать. Да, да. Вот смотри, и вот мы посмотрели селф, да? Мы не задали никакой вопрос. У нас не было какого-то конкретного вопроса. И, в принципе, каждый человек, который купит колоду, распакует ее дома, да? Мы даже не надо читать инструкцию. Он просто может вот взять, распаковать и спросить, а какой я сейчас? Угу. Угу. Чтобы ему, как в зеркале, в самом хорошо начищенном показали. Угу. Да? И вот он увидит, особенно если какая-то будет у меня лицеприятная картина, потому что там разные карты есть, да? Честно себе ответить на вопрос, блин, а что это, правда, со мной происходит вообще такое? И постараться ответить себе на эти два вопроса. Что я вижу, что я чувствую. Скорее всего, это то, что мне нужно сейчас пережить. Дать этому место. И этим чувствам, и этому видению. Угу. А потом можно, конечно, залезть в интернет, почитать больше информации. Вот. И так далее. Но я всегда противница этого. Почему? Потому что, почему важно каждому самому себе. Потому что, когда мы читаем любую трактовку, мы эту трактовку читаем от бессознательного другого человека. Вот то, что сейчас я тебе говорю, это такая сухая теория, и я ее могу отделить. Я ее могу отделить от своего личного. Угу. Что это означает? Я не начинаю рассказывать, какие чувства у меня вызывает эта карта. Угу. Я говорю только теоретические выжимки. А очень много трактовок в интернете разных, они, как правило, имеют все-таки приклеенные какие-то кусочки, чувства, ощущения другого. Почему? Потому что, когда я трактую что-то, да, вот, не знаю, если я скажу тебе слово, там, не знаю, мандарин, и скажу, назови первую ассоциацию, у нас с тобой будут разные ассоциации. Хотя мы смотрим на один и тот же мандарин. Понимаешь? Сто процентов. И почему человеку, каждому для себя нужно таро иметь? Чтобы таролог, к которому ты приходишь на консультацию, не приклеивал свою ассоциацию. И поэтому это очень интимный инструмент. Индивидуальный, личный. Понимаешь? Да. Это понятно и классно, когда вот... Я вот, например, про свой сейчас опыт, да, тебе скажу, что... И, скорее всего, 90% людей, они такие же. Я, как обычный обыватель, да, покупаю карты Таро, достаю карты. Вот она у меня сидит, королева Пентагли, Куин Пентаглис. И тебя здесь рядом нет. Я, как бы, человек обычный, то есть ничем я не занимаюсь, чувства у меня немного притупленные, шеи заблокированы, и я вообще ничего не понимаю. Я начинаю себе это описывать. И, конечно, бывает очень много таких людей, которые не верят самому себе. То есть, они такие, ну, вроде бы так, типа, ну, может не так, а где посмотреть, да? И я знаю очень много людей, которые даже метафорические карты всегда стараются покупать с описанием. С описанием. Чтобы наверняка понять, узнать истину. Чтобы Петр Иванович сказал. Да. И когда это как будто бы, когда это говорит другой человек, такой же, как и ты, как будто бы это больше... Истина. Истина. Но потому что человек просто не привык верить и чувствовать себя. Потому что ему мама в детстве говорила, что в смысле ты наелся, доедай. Ну, это тоже может быть. Но вообще, по любым поводам, очень мало таких людей, которые так, я так сказала, и вот так, это мои чувства, и отстаньте за своими значениями. Таких людей нет. Да. Вот. В моем окружении вообще прям единицы. И что же делать такому человеку, который, вот как я, да, тебя нет рядом, и он вот так достал. Да вроде бы сидит эта грустная женщина на эту монету свою смотрит. И начинается здесь игра ума. И такой, да это ж не я, все нормально у меня, это надо посмотреть значение, может я вообще не так не думаю. Вот что делать? Может есть какие-то значения, да, этих карт, где более-менее без всяких эмоциональных привязок других людей записывать. Вы купили колоду, а в колоде в каждой есть, есть, да. Если не сложно, может ты эту колоду мне дать, что мне что-то тут засело. Вот эту? Да. Так. Ой, чуть не выронила. Ну вот в любой колоде в этой тоже, в этой не было, потому что это гигантские карты специально для обучения. Ага. Да, а практически в каждой такой маленькой ручной колоде, вот которая будет в коробочке какой-то красиво продаваться, внутри есть такая маленькая книжечка. Вот такусенькая. Вот в этой маленькой книжечке все карты написаны, значения на шести по-моему языках. И на китайском тут, и на каком только нет. На шести языках? Да. То есть представляешь, да, какое содержание вот очень маленькое. Это очень такая прям выжимка. И вот тут каждая карта, она описана. А можем прочитать нашу королеву? Нет, не можем, потому что это другая колода. А, нам нужна именно из этой колоды. Ага. И ты из своей колоды, из которой ты купишь, достанешь вот такую книжечку и с этой книжечкой сверишься. Ага. Ну, я могу тебе прочитать, что здесь про королеву Пентакли написано. Ага. Сконцентрируйтесь на том, чтобы продвинуть ваши проекты, исключив из них все лишнее. Ага. Только этим сейчас и занимаюсь. Да. Офигеть, прикольно. Понимаешь? Да. Но здесь то, что нужно убрать, потому что это колода Санта-Мерта, это на то, что должно отмереть. Поэтому здесь говорится, что нужно исключить. Угу. Ну, я думала об этом, что не то, что нужно исключить. Как вообще сократить количество действий и качество увеличить этого всего. Да. То есть основная сейчас задача. И вот получается, что мы, не задавая вопрос, уже помогли тебе ответить на какие-то те темы, которые сложно сформулировать в какой-то один конкретный вопрос. Просто спросив, где я сейчас с какой точки нахожусь. Я нахожусь. Да, прикольно. Это как найти себя по геолокации на большой карте. Угу. И Таро очень хорошо всегда в этом помогает. А куда мне вот дальше идти? Вот ты мне еще расскажи, что вот про путь. Типа, вот у меня сейчас королева Пентакли. Да. Куда я должна идти? Ну, не то, что должна, да? Куда я могу идти? Там есть развитие. В любом, да, Таро имеет систему. Угу. Ты как бы из одного камушка на другое всегда перепрыгиваешь. То есть там есть такая дорога, да? Откуда и куда. Но здесь, наверное, я бы советовала, если бы ко мне пришел ученик и спросил бы меня. Ну, вот я ответил себе на вопрос. Мне, в принципе, все понятно и так далее, да? И можно ли еще какую-нибудь карту достать? Мне говорят мои ученики. Угу. Можно. Самая простая карта – это совет. Угу. Типа, если ты не понял? Или как? Не то, что ты не понял, а вот ты говоришь, она грустная, ей сидеть надо. Угу. Ну, то есть у тебя есть какое-то сопротивление. К этой карте? Ну, вообще, к этому… Не к карте, это же у тебя сопротивление к состоянию своему. Да, да, да. Карты-то какие у нас, понимаешь? Очень вкусно. Карты. Она как была, так и останется, понимаешь? Да. У тебя к этому состоянию, что карта тебе по чесноку показывает, прижми жопу, да, и как бы высиди яйца, а не бегай туда-сюда, и не жди, пока их там, не знаю, кто-нибудь унесет какой-нибудь там хищник, да? Просто посиди на месте, дай им вызрить этим зернышком, да? И тебе, у тебя ломка, условно, ну, условно, да. Но я не хотела советовать, мне все устраивало то, что мы с тобой проговорили. Да. Ну, тогда можно не спрашивать, но вот иногда человеку… Ну, мы можем, типа, для примера что-то… Самая большая ошибка, знаешь, когда начинают люди… Вот им выпала какая-то карта, и она им не нравится. Ну, в тот раз ты мне доставала вот этих дьяволов всяких, смертей, я такая, думаю, ничего. Да. И она не нравится, знаешь. И начинают люди доставать, которые учатся второго, они достают одну карту, ничего не поняли, еще одну достали, еще ничего не поняли, еще одну. И вот они достают, 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 у меня был такой случай, а потом они мне присылают просто вот такую пачку выдачных карт. Что это значит? Да, что это значит? Я говорю, понятия не имею. А что вы спросили? Ну, мне вот это было непонятно, и я вот это уточнила. Я говорю, а почему вы уточнили тремя картами? Ну, вам уже с одной не стало понятно. Да. Вы себя еще запутали, еще три карты достали, и вообще еще потом чем-то доставали, доставали. И это вот это вот показывает, знаешь, что человек не может просто элементарно принять одну единственную карту, в которой тебе уже на все ответили, а ты с этим не согласен, ты хочешь как-то по-другому. Ты хочешь не правду, а ты хочешь, чтобы тебе сказали то, что ты хочешь, знаешь, из этой серии. Да, да. И вот это доставание, вот какое-то бесконечное. А давайте еще вот так посмотрим, а давайте, может, вот так посмотрим, или там через день, слушайте, а может, вот теперь вот это спросят? Да уж, ничего там не изменится у вас, все вот так пока будет, просто проживите это, понимаешь? И на самом деле вот иногда бывает достаточно понятно, но понятно, что если какой-то у человека, например, какая-то проблема, например, человек сталкивается там, не знаю, с проживанием какой-то большой трудности, связанной с финансами, с детьми, с мужьями, с работой, да. И мы достаем self, мы смотрим, где сейчас относительно этой всей ситуации, да. То есть мы уже спрашиваем не просто вообще во времени и в пространстве, где этот человек на карте, а конкретно в отношении этой ситуации. То есть как он выглядит внутри этой ситуации, как его self там выглядит. Это тоже очень классный вопрос. Прикольно, да. Например, у меня конфликт на работе. Если я буду спрашивать, в принципе, как я в жизни выгляжу? Это будет одно. Ну, это будет одна какая-то история, да. А как я выгляжу вот тут? И мне, скорее всего, покажет то, что я за собой не вижу. И, скорее всего, в этой карте будет сразу ответ, почему у тебя конфликт. Да, сто процентов. Сто процентов. И это, конечно, мне не понравится сразу. И тогда вот здесь можно спросить, а посоветуйте мне, кем нужно быть? Чтобы… Каким стать, да? Каким стать, чтобы этот конфликт завершился? Да. Или там как-то сошел на нет, или там разрешился как-то, да. И мы достаем еще одну карту и тоже отвечаем просто честно себе на вопрос, что я здесь вижу, что чувствую. И, как правило, ну, как правило, в девяносто девяти процентов случаев это будет диаметрально противоположные два поведения. То есть, условно, тут я себя веду как шут, например, как ребенок. А мне надо вести там как король, как император, например. Ну, грубо говоря, да. Это значит собраться, лишнего не говорить, быть ответственным, там взять на себя ответственность, да, и человек скажет, а что я? Да они же меня там то, и вот это ко-ко-ко начинается, да, что-то вот кудахтанье в курятнике. Вот. И, как правило, это возмущение, да. Ну, иногда эти возмущения достаются, конечно, торологу. В лучшем случае. В лучшем случае. А в худшем случае в конфликте. Да, а в худшем случае в конфликте, да, или вообще всем подряд. И торологу, и там, и дома, и везде, да, что вот. Человек просто не может принять, что ему нужно поменять себя. Угу. Да. Потому что все от меня ко мне и от меня дальше опять идет. Прикольно, прикольно. Но мне на самом деле совета не надо было, потому что мне, я вот как только достала эту карту, я поняла, что я еще посижу. Да.